В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда начнут украшать город к праздникам? Прошло очередное заседание домских комитетов. Муниципальные программы в действии. Юноше-сироте вручили ключи от квартиры. Вперед к новым победам. Хоккейный клуб Саров начал подготовку к новому сезону. Далее расскажем обо всем подробно. Возможно, Саров наконец получит праздничное убранство. Администрация города взялась за разработку концепции украшения улицы парков. Пока это только идеи. На воплощение их в жизнь ближайшую корректировку бюджета внесено 4 миллиона рублей. Очевидно, что этой суммы более чем недостаточно. Как украсить город в условиях ограниченного финансирования? На что сделать акценты? И каким может быть праздничный Саров? Обсудили депутаты на очередном совместном заседании думских комитетов. Сейчас город украшается по простой схеме. Перед каждым праздником администрация делает рассылку по предприятиям с просьбой оформить фасады зданий. И каждое учреждение справляется в меру своих сил. Единого стиля здесь, конечно, ждать не приходится. Да и не у всех есть финансовые возможности сделать убранство пышным и красивым. Наверное, этого недостаточно. И, наверное, стоило бы проработать большую концепцию. И в рамках этой концепции уже планомерно закладывать денежные средства. Бюджет текущего года предусматривает 4 миллиона рублей на украшение города. Чтобы понимать, много это или мало, достаточно сравнить цифру с ценой элементов оформления. Например, одна световая консоль стоит порядка 150 тысяч. От таких нужны десятки, если не сотни. Украсить консолями планирует улицу Харитона, Новый мост и площадь Ленина. Также новая концепция оформления города предусматривает подсветку деревьев и зданий. Она настраивается, она может менять цвета, она может быть разного цвета. Если это 9 мая, это может быть красные цвета. Если это день любви семьи, верности, это может быть розовые цвета. Ну, например. Мы сейчас говорим об украшении опять проездных путей и ни слова не говорим об украшении мест, куда люди действительно хотят приходить. Они говорят, как, мы не идем, потому что у нас город, 4 дерева освещены на площади. Вот здесь вот много народу приходит сюда, да? Центральный сквер хороший. Центральный сквер хороший. С тем, что необходимо украшать парки и скверы, согласились все. И это еще дополнительное средство. В целом, ценник на украшение города получается весьма солидным. И тут есть несколько путей решения. Либо растягивать реализацию концепции во времени и частично каждый год покупать элементы оформления, исходя из выделенных средств, или привлекать к украшению города предпринимателей. Взять тот же 1 мая, там вот разговаривали и с предпринимателями, и с депутатами разговаривали. Там, в принципе, депутаты тоже активно работают с предпринимателями. То есть каждый округ они, ну, окучивают, я грубо так говорю, ну, в помощь, наверное, администрации. И все знают, что в администрации не так много средств на эту тему. Еще один вариант – покупать бывшие в употреблении элементы оформления у других городов. Так можно приобрести уже готовые решения по украшению всего города по весьма низким ценам. В итоге депутаты создали рабочую группу, на которой в ближайшее время изучат опыт других муниципалитетов, обсудят концепцию украшения города и этапы и возможности ее реализации. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В администрации прошла торжественная церемония вручения ключей от квартиры в рамках муниципальной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 22-летний юноша стал обладателем однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в специализированном жилом фонде. Всего за пять лет существования этой программы жильем были обеспечены семь человек. Егор Кудимов подал заявление на участие в муниципальной жилищной программе всего четыре месяца назад. И уже сегодня он отправляется в администрацию за заветными ключами и документами на жилплощадь. Крыша над головой – это гораздо больше, чем просто финансовая часть. Это жизненная потребность, которую необходимо каждому цивилизовать. Светлая однокомнатная квартира в новом районе досталась Егору по программе обеспечения квадратными метрами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получить квартиру в специализированном жилом фонде могут юноши и девушки в возрасте от 14 до 23 лет. В списке нуждающихся в улучшении жилищных условий соровчан этой категории 23 человека. Сейчас нет понятия очереди. Есть понятие список для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из-за числа на обеспечение жилыми помещениями и специализированного жилищного фонда по договорам социального найма. Сейчас в Сарове действуют сразу несколько программ по улучшению жилищных условий. Администрация ставит перед собой цель сократить количество очередников в городе. Специально для этого организован процесс передачи в собственность квартир социального найма и переформатирование общежитий в жилой фонд. Есть люди, которые не в состоянии приобрести себе квартиру и нет даже возможности заработать с нее. И тут вот как-то так получается. В этом году квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот получат еще двое соровчан. С 1 сентября вводится новый ГОСТ с требованиями к эксплуатационному состоянию дорог и улиц. Согласно новым правилам, выбоины должны быть устранены в срок от 5 до 10 суток. Повреждение покрытия длиной от 15 сантиметров необходимо убрать в срок до 12 дней. Дефекты разметки должны быть устранены за месяц. Но если повреждена пешеходная зебра, то ее нужно восстановить в течение трех суток. Кроны деревьев, загораживающие знаки должны быть обрезаны в течение одного-трех дней. Дорожные службы обязаны устранять с проезжей части посторонние предметы, например, обломки ограждений, в течение трех суток. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Организаторы опубликовали график второго сезона проекта «10 песен атомных городов». В наш город команда продюсера Тимура Ведерникова приедет 20 сентября. Для справки проект «10 песен атомных городов» появился на свет в рамках программы «Территория культуры Росатома». Он объединит несколько сотен талантливых людей разных возрастов и профессий, в живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Результатом их работы станут 10 уникальных видеоклипов на популярные песни разных лет. Регион поможет оборудовать в Сарове три площадки для воркаута. На уличные турники и тренажеры из областного бюджета выделят 400 тысяч рублей. Об этом на заседании Думского комитета сообщила директор департамента финансов городской администрации Любовь Маркова. Где разместят снаряды, пока неизвестно, но, скорее всего, это будут старые и новые районы, а также яблоневый сад. В технопарке Саров подведут итоги проекта «Облачная школа инженерного образования». 10 команд учеников из Сарова, Арзамаса, Богородска, Дзержинска, Павла Укстова и других городов представят на конкурсе свои образовательные наборы, созданные для изучения физики и других дисциплин. Всего в инженерной олимпиаде «Облачная школа» приняло участие более 700 ребят. В Нижегородской епархии началась подготовка к форуму православной молодежи «Радость моя». Он пройдет с 29 июля по 1 августа на базе Свято-Тройского Серафима Дивеевского монастыря. К участию приглашаются представители молодежных организаций, движений и объединений, а также студенческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В программе дискуссионные и образовательные площадки, круглые столы и тренинги. Также гости форума примут участие в торжестах, посвященных праздновании памяти преподобного Серафима Саровского. Водная стихия редко кого оставляет. Плавание, ныряние, катание на лодке – эти и многие другие развлечения доставляют массу удовольствия как детям, так и взрослым. В то же время пребывание в воде – достаточно опасное занятие. От происшествий, ведущих к печальным результатам, никто не застрахован. И если вы увидели тонущего, а поблизости не оказалось спасателей, и вы приняли решение спасти его самостоятельно, главное помните – вы имеете дело с потенциально опасным человеком. Страх перед смертью заставляет утопающего совершать неконтролируемые действия. Утопающий человек борется за свою жизнь. Ему на чужую жизнь наплевать. Не стоит мчаться на помощь, не оценив ситуацию. Нередко переоценка собственных сил губит новоявленных спасателей. Без оглядки можно спасать только того, кто заведомо слабее, например, маленького ребенка. Если вытащить утопающего вам по силам, то следует соблюдать определенный алгоритм действий. Самое главное – избежать этих смертельных захватов, когда человек вас использует в качестве опоры. Он просто хватается за вас, как за соломинку, но при этом хватается, как будто хватается за бревно. Будет лучше, если на пляже вы найдете надувной круг или матрас. Они помогут вам сократить риски для собственной жизни и не присоединиться к утопающему. Если трагедия разыгралась недалеко от берега, можно бросить тонущему веревку, ремень, подать палку или доску. Если вы плывете сами, то подплывайте к утопающему со стороны спины, стараясь и его удерживать на спине. При этом, конечно, надо привлекать побольше народу, чтобы, может быть, групповое спасение, может, кто-то на плавсредствах рядом. То есть сначала надо очень громко обозначить эту ситуацию, чтобы в этом все приняли участие рядом находящиеся. После того, как вы совладаете с пострадавшим и успокоите, необходимо транспортировать его на берег и оказать первую медицинскую помощь. Но лучше, если спасением утопающего будут заниматься специально подготовленные для этого люди. Поэтому, если вы увидели тонущего человека и вам не по силам оказать ему помощь, незамедлительно звоните по номеру 112 или в Саровский аварийно-спасательный отряд 70-600. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 18 пловцов спортивной школы Икар вернулись из Пензы с открытых областных соревнований, посвященных памяти героя России Марины Плотниковой. В этом году на турнир съехались сотни ребят из разных уголков мира. Своё мастерство показывали мальчишки и девчонки из Франции и Украины. И, несмотря на высокую конкуренцию, саровские спортсмены смогли достойно защитить честь нашего города. Даниил Судин в тренировке участия не принимает. Простудился и теперь активно лечится. Не до спорта. На недавних соревнованиях в Пензе молодой человек среди сотен пловцов смог подняться на вторую ступень пьедестала почёта. Заплыв для него получился сложный. Плыл с ребятами, которые старше него на два года. Но всё же смог коснуться бортика первым. Правда, финиш получился драматичным. Как я, например, проплыл 50 метров, я пришёл к тренеру, он мне сказал, что ты первый, пожалуй, не рухло. Но где-то через 30 минут мне сказали, что я второй. Мы досмотрели одного человека. И мне стало немножко обидно. Серебряная медаль такого уровня у Даниила в копилке первая. И, как признался мальчик, эта награда – сильный мотиватор. Она подстёгивает тренироваться больше, эффективнее готовиться к заплывам и брать реванш. Его коллега по секции, Гордей Барзанов, с ним солидарен и считает залог высоких результатов в спорте, усердия и внимания к словам тренера. Его бронзовая медаль это подтверждает. Я думал только о заплыве. Старался проплыть максимально быстро. И ни о чём не думал, кроме как уже доплыть. Самым сложным для мальчика оказалось справиться с волнением. Как признался он сам, во время заплыва, вместо того, чтобы тянуться и экономить силы, начал чистить с грибками и упустил сотые доли секунды, которые и повлияли на конечный результат. Но Гордей не отчаивается. У него есть повод для гордости. Когда я взял третье место, я очень обрадовался. Это такие большие областные соревнования. Там было практически больше тысячи человек, которые плавали. И я очень радовался, что из такого количества я стал третьим. Заветная спортивная мечта ребят, конечно же, участие в Олимпиаде в составе национальной сборной. Но до её исполнения ещё много лет и много соревнований, которые придётся выиграть. Мальчишки не унывают. У них всё ещё впереди. Два месяца спортивных каникул у саровских хоккеистов остались позади. В прошлую пятницу последние игроки хоккейного клуба «Саров» прошли медицинский осмотр перед началом сборов. И уже сегодня ребята начали активную подготовку к предстоящему сезону. В Ледовом дворце состоялась первая тренировка, на которую прибыло 29 игроков. В этом году наша команда будет защищать честь города в обновлённом составе. Хоккейные ряды команды высшей лиги пополнили сразу три воспитанника Саровской спортивной школы. Владислав Грибов в ХК «Саров» играет на позиции нападающего. Для молодого человека это особая честь. Он выпускник местной хоккейной школы. Свой спортивный отпуск он постарался провести с максимальной пользой. Много бегал, занимался в тренажёрном зале. Если удавалось найти крытый каток, обязательно вставал на коньки. Первая командная тренировка для него очень важна. Хочется сначала набрать форму и потом уже доказывать свою состоятельность в команде на зону турнира в августе. Прошлый сезон для команды Игоря Веркина прошёл на достойном уровне. Самые тяжёлые матчи, по мнению Владислава Грибова, были с командами из Санкт-Петербурга. Нынешний сезон тоже будет сложно назвать простым. Из состава команды ушли пять ценных игроков. Новичкам придётся не только оттачивать своё мастерство, но и сыгрываться на льду. По мнению главного тренера команды Игоря Веркина, 90% игроков к предсезонному периоду готовы. А первая тренировка – это как пробы пера. Посмотреть, что помнят игроки, дать возможность ребятам раскататься на льду и попробовать новые тактики. Ну, пока мы вспоминаем навыки катания. Хоть кто-то и катался, кто-то не катался в отпуске. Но подвести всех под единый знаменатель. Постараемся так, чтобы ребята достаточно комфортно себя чувствовали на тренировке. Но и нагрузка будет постепенно повышаться. Первые игры в новом сезоне игроких и косаров проведут на выезде. Товарищеский матч пройдёт в городе Сасово против команды из Рязани. Потом кубок дизеля в Пензе и кубок Лады в Тольятти. И, как признались хоккеисты, сезон будет сложным. Поэтому поддержка болельщиков в этом году им особенно важна. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шилаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.